Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ребята активно готовились к соревнованиям, отрабатывали технику, тренировали выносливость и ловкость. Перед состязаниями организаторы подготовили для всех участников показательные выступления, чтобы ребята поняли, как правильно проходить испытания и набрали наибольшее количество очков. Приезжали специалисты, бывшие офицеры-отставники, либо действующие офицеры. Проводили с детьми занятий первый день. А второй и третий день были непосредственно соревнования. Здесь именно разрабатывается внимательность детей, как они усваивают материал, хотят, не хотят усваивать материал. Что-то некоторые знают из своих клубов, им преподают. Ну, в основном решает все в финал, когда побеждает сильнейший. Участники соревновались в 14 дисциплинах, по итогам которых каждой команде начислялись баллы. Один из лидеров Саровской команды – Александр Суханин. Юноша занимается в клубе «Разведчик» два с половиной года и накопил большой соревновательный опыт, который помог ему пройти все этапы. Самым сложным этапом для меня показалась засада, так как надо было быстро сориентироваться и занять круговую оборону. А самым легким этапом показалась переправа. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек из разных регионов России. Саров представили 9 ребят, которые достойно прошли все этапы. Всех участников наградили грамотами и памятными призами. Военно-патриотические, спортивные, исторические и вокальные секции. В клубе «Здоровье» Центра внешкольной работы прошел день открытых дверей. Ребята и их родители познакомились с работой объединений и пообщались с педагогами. Семь лет в России проводятся всероссийские инженерные соревнования «Солнечная регата». Это уникальный проект, который помогает развитию возобновляемых источников энергии и позволяет школьникам работать с новыми безопасными для природы технологиями. Воспитанники клуба «Армир» впервые приняли участие в этих соревнованиях. Это совершенно новая для нас вещь. Такой лодкой никто у нас никогда не управлял. Но все впервые. В целом положительно, потому что это ощущение того, что ты управляешь этим самым техническим средством на воде. Когда в лицо брызги, ветер и у тебя скорость плохая для воды. Это сильно впечатлило. Регата состояла из трех этапов. Спринт на дистанции 1 километр, слалом на той же дистанции и стаирская гонка на максимальное пройденное расстояние за 3 часа. На первом этапе у саровчан возникли трудности. У лодки заклинило руль. На первой гонке у нас на старте заклинило руль. Но мы, к сожалению, эту гонку не прошли. Значит, вторая гонка на маневренность, в принципе, очень даже неплохо. Сложнее всего было собрать лодку. Каждой команде участников прислали большой тяжелый ящик с готовыми элементами конструкции и минимальной инструкцией. Детали под нужный размер ребятам пришлось подгонять самостоятельно. Детали, которые шли в комплекте, не подходили, их приходилось дорабатывать. Также надо было скреплять все детали, чтобы они подходили правильно и при этом не отваливались в процессе. И самое главное, чтобы все было ровненько и хорошо закреплено. По итогам всех этапов саровчане заняли третье место. Военно-патриотические, спортивные, исторические и вокальные секции. В клубе здоровья Центра внешкольной работы прошел день открытых дверей. Ребята и их родители познакомились с работой объединений и пообщались с педагогами. Исторические реконструкции, танцы, фехтования, ролевые игры и даже изготовление снаряжения. Молодежное объединение «Армир» открыли еще в 2002 году. Большинство мальчишек на дне открытых дверей сначала посетили именно эту секцию. Педагога слушали внимательно, задавали вопросы и, разумеется, не упустили возможности подержать в руках доспехи и оружие. Это хобби для большинства людей. Это увлекательное занятие. Вообще, что касается танцев и исторического фехтования. Этим просто интересно заниматься. Интересно потом все эти самые навыки применять на турнирах, маневрах, на ролевых играх, различных фестивалях. В общем, современное интересное хобби. Пока мальчишки рассматривали мечи и шпаги, девчонки заглянули в секцию собаководства. Их внимание привлек питомец, который, возможно, тоже станет частью объединения. Малыша зовут Рамштайн. А в секции силового троеборья работа вовсе кипит. Сюда берут ребят старше 11 лет. Помимо занятий пауэрлифтингом, педагоги помогают укрепить мышечный корсет и скорректировать фигуру. Мне помогали педагоги, объясняли, какие упражнения для чего надо делать, как бы теорию рассказывали. Мне здесь нравилось. Я нашел здесь друзей новых, научился подтягиваться, даже участвовал во многих соревнованиях по жиму штанги лежа, потом по приседаниям. Получил первый юношеский разряд. Еще одно объединение, в котором ребятам понадобится хорошая физическая форма – секция настольного тенниса. Это очень полезный спорт. Он развивает зрение, реакцию и даже закаляет характер. Принимают в секцию юных саровчан с шести лет. А участники военно-исторического клуба «Победители» встречают гостей по уставу в военной форме. В основном мы здесь занимаемся просветительской деятельностью молодежи. Мы прививаем им патриотизм, мы занимаемся их патриотическим воспитанием. И мы делаем это для того, чтобы молодежь понимала, что сколько бы солдатиков не было, как бы это не было хорошо для коллекции, и войны – это плохо. Войн быть не должно. Воспитанники клуба также принимают активное участие в городских мероприятиях. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Артем Мальцев стал победителем открытого чемпионата Италии по лыжероллерам. О других спортивных событиях расскажем в подборке коротких новостей. Завершились сентябрьские матчи отборной чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2022 году. Сборная России под руководством нового тренера Валерия Карпина провела три игры. Россияне сыграли в ничью с Хорватией. С Кипром и Мальтой встречи завершились со счетом 2-0 в пользу нашей команды. По итогам трех игр российская сборная набрала 7 очков из 9 возможных и закрепилась на втором месте в группе «Н», уступая Хорватии по числу забитых мячей. На аэродроме Танай в Кемеровской области состоялся чемпионат мира по парашютному спорту «Мондиаль-2020». Участие в нем приняли спортсмены из более чем 25 стран мира. Нижегородскую область представляли трое спортсменов. И все завоевали награды. Анастасия Бараник была третьей во фристайле. Иван Жаринов стал трехкратным призером. В индивидуальной карбатики и в точности приземления завоевал серебряные медали. В классическом двоеборье выиграл первое место. Кириллу Чпанову не было равных в скоростном падении. Федерация компьютерного спорта России совместно с госкорпорацией «Росатом» объявляет о старте открытого Кубка России по компьютерному спорту 2021. Принять в нем участие смогут как спортсмены из России, так и из-за рубежа. В рамках открытого Кубка пройдут соревнования по «Дота-2» и «Клаш-Роял» для участников от 14 лет и старше. А также специальный турнир по «Контер-страйк» «Глобал-офенсив» для участников от 18 лет и старше. Киберспортсмены поборются за общий призовой фонд в размере 3,5 миллиона рублей. Первые матчи открытого Кубка состоятся 13 сентября. В этот день стартует отборочный «Поклаш-Роял». Всего участникам предстоит преодолеть три этапа в каждом виде программы. Комиссия по работе с молодежью в правком «Орфеатсвне» запустила новый проект, посвященный 75-летию ядерного центра «Ученый с нашего двора». Две недели в разных районах города будут проходить праздники под открытым небом. Первое мероприятие прошло в сквере на улице Московской. В сквере по Московской 21 прошла премьера проекта «Ученый с нашего двора», приуроченного к 75-летию ядерного центра. Для гостей подготовили интересную познавательную игровую программу, в рамках которой провели викторину, посвященную истории ядерного центра и отцу советской атомной бомбы Игорю Васильевичу Курчатову. Вопросы сложные, интересные. Мы мало того, что будем рассказывать про ВНЕФ, мало того, что будем рассказывать про наш город, мы также будем спрашивать людей про то, что они знают про наш город и знают про ВНЕФ. Пока родители вспоминали исторические события, дети участвовали в различных тематических конкурсах, соревнованиях и мастер-классах. По словам аниматоров, ребята с удовольствием принимали участие во всех состязаниях, но больше всего им понравилась игра «Бегемотики бежали». Ребятам больше понравились более такие интеллектуальные игры, конечно, подвижные, те же самые «Бегемотики бежали», где надо рассчитывать шаги, например, до товарищей. Мы не так долго играли в вышибалы, как мы играли в «Бегемотики бежали». Первоклашка Вероника Киселева любит различные праздники. Ей нравится узнавать что-то новое и знакомиться с другими ребятами. В этот раз Вероника тоже не стояла на месте. Она успевала и поучаствовать в викторине, и самостоятельно сделать бомбочку для ванны. Я люблю купаться с бомбочками, а так еще интереснее делать их. Всего в рамках празднования 75-летия Ядерного центра на дворовых площадках города организуют 10 тематических встреч, посвященных великим ученым. Финал проекта пройдет 15 сентября в сквере на Старом Фантюре.